У меня тема гораздо-гораздо-гораздо более скромная. Это антагонисты в русских волшебных сказках. Но антагонисты в данном случае имеются в виду злодеи. То есть исследуя сказки разные, ну, так как сказок бесчисленное множество у разных народов, то искусственно я поставила ограничение, что это русские, не знаю, народные, авторские, волшебные, ну, что это, не бытовые и не сказки про животных. И, соответственно, какие же злодеи встречаются в этих произведениях? Почему же они злодейки? Кем считали зло? И оказывается, все очень интересно. То есть можно выделить несколько групп явлений, людей, которые отождествлялись со злодеями. В частности, два персонажа, которые встречаются в большом количестве сказок. Это Баба Яга и Кощей Бессмертный. То есть если при этом мы начнем вспоминать эти сказки, мы вспомним, что в пределах этих сказок эти персонажи ничего злого-то не делали. То есть конкретно их злые деяния. Ну, кроме того, что Кощей Бессмертный украл Василису. Да? Ну, то есть... Печка ребенка заживая. Да, это не... Баба Яга. Это не Баба Яга. Это ведьма из... Данечка Удомика. Гензели Гретель. Гензели Гретель. Это другой персонаж. Он не встречается. Это не русская сказка. Нет, там какая-то Баба Яга. Да, в одном из текста с вами. Покатаюсь, поваляюсь, и вот там мясо наем. А кем? Да, ну, обычно, на самом деле, вот этот сюжет, скорее всего, он привнесенный. То есть, если брать именно эти, то Баба Яга обычно, может быть, в силу обмана, она помогает доброму молодцу. Вспомните. Большое количество... А она тоже, как бы... Даёт ему, да, клубочек, колобочек. Да, клубочек, кормит, поет. Да, ещё такой момент. С Бабой Ягой. Даже, если брать этот случай с Вензели Гретель. Баба Яга никого не атакует. Она сидит в своей... Она всегда сидит в своей избушке. Да. Она находится... Я очень извиняюсь. Она кому-то чего-то делает плохое, когда летает. Нападает на кого-то. Единственное, что перемещается. Она не хищник. Нет, она не нападает. Она территориальный хищник. Она территориальный хищник. Она начинает, можно сказать, атаковать и не очень атаковать, только когда кто-то вторгается на её территорию. Это будет объяснение. Она с ними взаимодействует. То есть, она охраняет свою ботчину. В общем, и Кащей Бессмертный, который, да, страшная страшилка. Но вот кроме похищения Василисы, что он ещё там делал? Да достаточно. Подожди, дайте Баба-Яга. Почему объяснение? Баба-Яга – это вообще персонаж из «Мира мёртвых». Вот. Я хотела сказать, что Баба-Яга и Кащей Бессмертный тоже – это два, скажем, персонажа-некроманта. Ну, условно назовём их некромантами. То есть, в принципе, самый большой их злой грех, что они другие, что они, в принципе, контактируют с теми, с кем вообще бы и не надо. То есть, они наполовину где-то находятся в другом мире. Они находятся в «Мёртвых». Почему избушка, она накурит ножку? Да. Потому что хоронили так раньше. В лесу ставили гроб, скажем, на… Ну, это не гроб, но коробка, в которую помещали усопшего. И она действительно была на ножках. И герой, который приходит к этой избушке на курьих ножках, он обращается как бы в духом предков. Почему Баба-Яга – костяная нога? Это скелет. Да, это нежить. Это, между прочим, очень перекликается со скандинавской богиней Хель, которая наполовину… Прекрасная девушка, наполовину скелет. Иногда её изображают левая часть такая, правая такая, а иногда вверх девушки, а нижняя часть – это скелет, то есть костяная нога опять же. А что по поводу этого чахлика Немирущего? Смотрите, мой украинский. Это вообще белорусский. Нет, нет, для белорусов сдохнет. И он требует, по сути, жертву, которую легитимно требуют многие боги в это время. Он требует себе девушку, что Морозному Духу приносили, что Волоху приносили девушку. И Дух Мёртвый тоже хочет свою полагающуюся девушку жертву. Почему поделается… Нет, она, по-моему, даже по сказке там не особо жертва. Василису ты имеешь в виду? Иногда она посещенная, а иногда это ученица, это последователь. И в любом случае она его по праву. По праву как бы… Она по некоторым чуть ли его не дочка, по некоторым там не невеста, по некоторым сказкам. Ну, по сути, можно сказать, что Кащей – это король лич. Ну, да, однозначно. Они покрытили девушку, которая у него находится по всем канонам религии этого времени. И чего тут начинать мечомахать? Это его право. Нет, подожди. Если говорить о Василисе, это не вполне обычная девушка. Она же тоже волшебная. Она либо подаренная ему, либо ученица. В любом случае она по праву находится рядом с Кащеем. Да. Она ему уже по той или иной причине принадлежит. Забирать ее – это атака на Каще. Это нарушение закона. Да, это опять же вторгание, вторжение на территорию, покушение на частную собственность. Нарушение канонов. Штатарство. Штатарство. То есть не трогайте злодеев. Да если взять вот это с лягушиной шкуркой, историю, там вообще нарушение договора. Он же ей сказал, вот пробудешь столько, да будешь свободна. А договор был нарушен. Так что все легитимно. А договор был в согласии обеих сторон. А нам не раскрывают это? А сколько девушек в то время приносили в жертву по их воле? Только честно. Назначали жертву по жребью. И все. Вот значит это не договор. Нет, подожди, это условия. Нет, нам не раскрывают. Может она свои жертвы, она спасала, например, свою сестру или свою мать. Нам не раскрывают всех причин. Так он же ее отдал. Да, это не сиквел, а не приквел. Да, это не хватает. Вот это мы рассмотрели этих двух героев, скажем так. Понятно с ними все, что это не такое уж зло, это просто две сущности, которые вот они так существуют. Существуют и защищают свое. Защищают свое. И, собственно говоря, если к ним не лезть, они тебя тоже не особо тронут. Дальше идут еще две сущности, скажем, духи стихии. Это леший, который живет в лесу и живет... Водяной. Кикиморой. Точно, Кикиморой и Водяной. С ними тоже все непросто. На самом деле, я считаю, что антагонистами их стали делать в сказках уже во времена христианства. То есть до этого вся традиция, да, она училась с ними взаимодействовать, дружить там, существовать в одном мире. А тут, по сути, и у того, и у другого, опять же, начинается конфликт. Вы помните хоть одну сказку, где бы леший или водяной прибегали куда-то в город и что-нибудь там творили? Ну, за исключением этих новоделов. Наоборот. Наоборот. Я помню сказку. Ребенка забыли возле болота, и водяной ему пытается создать идеальные условия. Когда он видит, что ребенок у него несчастен, ладно, иди туда, где тебе хорошо. Он заботится о ношенном ребенке. Это вообще не злодеи. Это духи, один дух леса, другой водный дух. И, ну что, что им инкриминирует там, лешему? Кто знаток по сказкам? Что инкриминирует? Вот водяному инкриминирует, что он утаскивал под воду. Ну, опять же, он не просто так утаскивал, он же пополняет легион своих кикимором, уже надо как-то, ну, увеличивать. Он же, тем более, не наоборот. Да, собственно, кто против? Да, по редактору они не нападали сами. Опять же, вторжение на территорию. Они брали брошенных, они брали забытых, они брали тех, кого уже общество исторгло. Вам не надо, я возьму, у меня не пропадут. Нет, причем они же ведь... Маньяк же тоже за рейтинг борется, когда убивает своих жертв. Санитар леса. Санитар города. Нет, а эти же еще и живут не в каждом же лесу. То есть, вспоминаем белорусские леса, они до сих пор остались. Вот там, значит, леший. То есть, это очень глухой, глухой, глухой лес, куда нога человеческая не ступала. И лешему инкриминирует следующее. Есть это понятие, и леший водит. Он путает. Ты заходишь туда, и ты начинаешь путаться. А нефига туда ходить. Вот, нефиг туда водить. Точно так же, Кикимора не везде живет, она живет в болоте. Нет, ну там... Кикимора болотная. Она живет в болоте. Это, я не знаю как, но в Белоруссии Кикимора живет в болоте. Вот, то есть, ну понятно, что если ты туда попал, то тебя Кикимора может и утащить. Мне кажется, ты придумали все эти идеи, чтобы оправдать свои хлебы. Ты же можешь сам просто нестрелить в болоте. Да. Ну, отчасти да. Отчасти это предание, которое воспитали уважение. Ты уважаешь баню, ты уважаешь дух банщика. Ты не пакостишь в своем доме, ты уваждаешь домового. Ты в лесу ведешь себя прилично, ты не убиваешь рижи. Для мастевации, для чего там убирать, да? Для того, чтобы уважить домового. Да. Не просто так чистоту навести. Если тебе о себе заботится, то хотя бы сделай это из страха, что тебе прилетит. Более низкое моральное развитие. Кстати, он часто пользуется этим приемом. Да, и, кстати, религия. Включай элементаризм. Ну и вот этот же самый, стихийный. Так, слешим. Будет им тоже все понятно. Перейдем к следующей группе русских злодеев. Это... В общем, не кончилось? Нет. С кем русские... Гракон. Нет. Подождите, это будет под конец. С кем сражались русские богатыри? Соловьем Расковник. Соловей Разбойник. Ихадноглазая. Да, ихадноглазая. Тугарин Змей. Идолище. Да, но долище... Идолище, это я считаю, что, опять же, влияние... Это тоже период, это период богатырей. Да. Да. Это славянский ранний христианизм, период Владимира. Это, с одной стороны, переход на христианство, а с другой стороны, самые натянутые отношения со всеми вот азиатами по-соседству. Вот. Так вот, я хотела сказать, что антагонисты русских богатырей, это антагонисты, можно сказать, воплощения татар. Хоть сейчас есть новомодная теория, что русские это и есть татары. Я не очень так считаю. И, судя по сказкам, все-таки татары это враги, ассоциируются с врагами, поэтому Соловей-разбойник и Тугарин, судя по фамилии, да, татарин, и везде он как бы изображается. Это как бы, их антагонисты это татары. Не политкорректно. Ну, хорошо, тогда печенеги. В чем не политкорректно? Ну что, татары. Монголо-татары. Монголо-татары. Где монголы, где татары сейчас? Посмотрите на Казани, посмотрите на Улан-Батор. Я имею в виду, как бы, тогда... Недрозелённые соседи с более тёплой стороны. Это обычная демонизация, как бы, врага. Ну, хорошо, да. Вот. Ну и третья разновидность, это, как уже сказали, Змей Горыныч. А вот почему люди везде дерутся с большими, порой многоголовыми ящерицами, с крылышками? Уже пить еще надо. Это вообще вопрос хороший. Потому что подобные сказки. Есть практически фольклория любого народа мира. Есть летучие ящеры, или не очень летучие, но всегда ящеры, большие, с разным количеством голов, иногда с крыльями. Вот. Что это такое? Видимо, это имеет какую-то реальную почву. Да, и только вот Инна вспомнила, что китайцы с ними гружат. Остальные все... И благостные стихийные драконы. Там вот потоп собой отгородят, там богов попытаются успокоить. В Китае драконы, они могут быть агрессивными или очень, но они всегда мудрые, всегда с ними можно поговорить, всегда с ними можно достигнуть мирного решения. Потасовкой это кончается крайне редко. Во всех европейских и русских сказках им обычно бошки рубают.